Дискуссия о том, посылать ли комплексы Патриот из Германии в Украину или нет, разразилась на этой неделе на самом высоком уровне. Все началось с того, что в понедельник Берлин предложил системы противоракетной обороны Патриот в Варшаве, после того, как ракеты попали на территорию Польши в ходе обстрела Украины. Польский министр обороны, в свою очередь, предложил Берлину передать эти системы ПВО Киеву. Это предложение аккуратно парировала министр обороны ФРГ во время своего визита в Эстонию в этот четверг. Для нас важно, чтобы Польша могла быть уверена, что союзники стоят вместе даже в трудные времена, и особенно Польша в ее уязвимом положении. Вот почему мы предложили поддержать ее с точки зрения противовоздушной обороны. Но эти Патриоты являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО. То есть они предназначены для развертывания на территории Альянса. Любое использование за пределами этой территории потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками. Днем позже, в пятницу, Варшава повторила свой запрос на переброску немецких патриотов в Украину уже на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в литовский Каунас. С военной точки зрения было бы лучше, если бы они находились в Украине, чтобы также защищать польскую территорию. Тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Правда, после Дуда добавил, что окончательное решение должно оставаться все-таки за Берлином. Точку в этой дискуссии поставил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил в пятницу, Альянс рассчитывает на то, что патриоты будут защищать его восточные границы. Я приветствую предложение Германии усилить противовоздушную оборону Польши, предложив разместить патриот в Польше после трагического инцидента в Польше на прошлой неделе, когда погибли два человека. После февральского вторжения в Украину мы нарастили свое присутствие, в том числе и со значительными средствами ПВО в восточной части Альянса. Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он описал комплексный пакет помощи Альянса, в который входят топливо, медикаменты, зимние снаряжения, а также глушилки для дронов. В более долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советских времен до современных стандартов, доктрины и обучения НАТО. Мы встретимся с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить самые насущные потребности Украины и нашу долгосрочную поддержку. Отметим, что системы ПВО Патриот, которые позволяют сбивать самолеты, а также баллистические крылатые ракеты, производятся в США. Они имеются на вооружении нескольких стран НАТО. В Германии, по данным открытых источников, по состоянию на 2022 год, находится 30 таких машин.